ЕГЭ у школьников провоцирует депрессию и неврозы. К такому неожиданному, но или ожидаемому для кого-то выводу пришли психологи. Они говорят, чем меньше времени остается перед началом экзаменов, тем больше ученики начинают испытывать нервные расстройства. Это в принципе неудивительно. Первое ЕГЭ уже не за горами. 25 мая старшеклассники напишут географию и литературу. О том, как наринмарские выпускники готовятся к предстоящим испытаниям, Олег Котанзейский. До главной проверки знаний школьников чуть менее двух недель. Уже совсем скоро страшная аббревиатура ЕГЭ появится во всех новостных лентах. Там не сдали, здесь писали, кто-то вообще испугался и на экзамен не пришли. Но в нашем регионе по традиции ЕГЭ ребята сдают благополучно. Как сдадут в этом году пока, конечно же, неизвестно, но ребята готовятся при этом усиленно. Ученица 11 класса Светлана Шамова к предстоящему испытанию хоть и готовится, но тревожные мысли ее все равно не покидают. Написать нужно сразу три госэкзамена. Русский, общество знания и математику. Последний для школьницы самый сложный предмет, как говорится, не ее, но для поступления в ВУЗ он непременно нужен. Это очень тяжело. Это тяжело морально. Эти камеры, садишься по одному, вот все вот это. Это очень сильно напрягает. Когда повернешь голову, тебя уже могут там. В кабинете русского сегодня непривычно тихо. У школьников последние перед экзаменом уроки великого и могучего. Старшеклассники самостоятельно изучают материал, который может быть в билетах на ЕГЭ. И это очень важный момент. В госэкзамене по русскому языку с этого года исчезла тестовая часть. Больше никаких вариантов ответа. Преподаватели в непростой для учеников момент стороне, конечно же, не остаются. Поддерживают, помогают и тоже переживают. Мне кажется, больше их, честно говоря, учителя переживают каждый год. Я практически каждый год выпускаю 11-ти классников. И каждый год к этому привыкнуть невозможно. Волнение, стресс даже, можно сказать, который нужно пережить. Госэкзамен по математике в этом году разделят на два уровня. Базовый и профильный. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом уровне. Однако это не даст возможности для поступления в ВУЗ, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний. Для этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ по математике. А вот на экзамене по иностранным языкам сдающим теперь придется демонстрировать свое разговорное умение. Раздел, содержащий устные ответы на задание, пока будет добровольным. Однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется. Теперь о расписании. Первый ЕГЭ состоится 25 мая. Школьники напишут предметы по выбору, географию и литературу. 28 мая первый обязательный экзамен по русскому языку. 1 июня математика, ее пишут те, кто выбрал базовый уровень, а 4-го те, кто предпочел профильный. 8 июня выпускникам предстоит сдать общество знания и химию. 11 иностранные языки и физику. А 15 июня информатику, биологию и историю. 17 и 18 июня отведено время для сдачи ЕГЭ по иностранным языкам в устной форме. С 22 июня начинаются резервные дни. Чтобы экзамен считался успешно с данным, необходимо набрать минимальное количество баллов. По русскому языку 36 баллов. Столько же предстоит заработать по физике, химии и биологии. По математике достаточно набрать 27 баллов. 40 потребуется по информатике. А вот чтобы успешно написать историю и литературу, набрать придется 32 балла. По географии планка выше 37 баллов. Минимальный порог по обществу знанию 42. По иностранным языкам необходимо получить как минимум 22 балла. Во многих школах региона уже прошла тестовая часть ЕГЭ. Ребята написали полноценную работу. При этом полученные оценки дальше кабинетов никуда не уходили. Результаты, говорят педагоги, неплохие. Поэтому особых сюрпризов от ЕГЭ-2015 в Ненецком округе не ждут. Госэкзамен должны сдать все. Все, кто готовится. Олег Танзийский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.